Всем доброго утра! Сегодня у нас 25 ноября на календаре. Ну и мы поговорим сейчас действительно об ответственности социальных сетей в сфере распространения фейков, потому что новые технологии современные позволяют буквально одной кнопочкой репост распространить дальше любую информацию, которая нам кажется, может быть, правдивой, но ее подлинность мы не проверяли. В свое время, я помню, читал книги «Математика Перельмана», который показывал на математических моделях, как быстро распространяются слухи без всяких социальных сетей, когда вот одна соседка рассказала другой, друг третья услышала, и вот он показывал, что лавинообразно буквально за сутки, за двое суток, сейчас, мне кажется, за считанные часы, за минуты может разойтись по интернету любая информация. И насколько вот это налагает на нас, распространителей, эта информация, какую-то дополнительную ответственность, мы поговорим с доктором в сфере коммуникации, с маркетологом, с Ольгой Казакой. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ольга, как в целом вы можете оценить эту проблему? Является ли это вообще, в принципе, проблемой? Ну, подумаешь, кто-то распространяет какие-то слухи, непроверенную информацию. Зачастую она бывает просто забавной, не от всего уже на свете, а только исключительно вред. Мне кажется, именно сейчас, в условиях пандемии, мы поняли, что это действительно проблема, а не, ну, какое-то такое, какое-то социальное явление, с которым, ну, продолжаем жить всё в порядке. Потому как мы видим, что именно так. Сегодня это не только рассказала соседке, подруге, знакомой, это уже социальные сети, которые просто в разы всё тиражируют. И мы видим, что сегодня это уже может быть связано с поведением человека, которое может влиять и на их здоровье, и на здоровье их близких, окружающих. И это уже имеет, ну, такой социальный характер серьёзный. То есть налагает дополнительную ответственность на человека, который распространяет эту информацию? Безусловно. И мне кажется, мы здесь видим ещё такой большой вызов нам всем, потому что до сих пор не ясно, как эту проблему решить, так как она коренится в нашем, если можно так сказать, форматировании мозга. Люди обращают внимание больше, и это подтверждает множество исследований, на ту информацию, которая подтверждает их изначально сформировавшееся мнение. То есть если я поддерживаю какую-то позицию, то я буду замечать где-то на 40% больше новостей, я их буду замечать, я их буду больше читать, обращать на них внимание, чем на те новости, информацию, которые опровергают моё мнение. Более того, я буду испытывать удовлетворение, позитивные эмоции, вплоть даже до физических положительных ощущений. И если я сталкиваюсь с информацией, которая опровергает моё мнение, то я её буду игнорировать, так как они, опять-таки, у нас вызывают какие-то физиологические изменения в организме, очень неприятные. Соответственно, мы видим, что это не просто про какую-то осознанность, образованность. Мы сейчас видим очень много, на самом деле, программ о медийной грамотности, о том, что нам надо быть осознанными, проверять источники и так далее. Но мы видим, что, по сути, если руку на сердце положить, это всё до конца не работает. Фейки продолжают распространяться именно потому, что люди держатся за позицию, за мнение, которое у них уже сформировалось. То есть, иными словами, никто не ищет ответы на вопросы, а скорее подтверждение каким-то своим убеждениям. Но эти убеждения как-то формируются на какой базе? Как происходит так, что... Возьмём простой пример. Мой любимый из последней практики. Несколько дней назад в нашем эфире мы связались со специалистом по аэронавигации. И я просто обратил внимание, что лавинообразно распространяется информация о так называемых химтрейлах. Летают самолёты и чем-то нас опыляют. Мы в прямом эфире прямо связались с профессором. То есть, учёный прямо, учёный с опытом, со знаниями, который объяснил, руководствуясь фактами и школьных даже учебников, и физики, и химии, что это такое. Ну, по большому счёту, рукотворное облако и ничего больше. Выхлопные газы самолёта. Первый же комментарий на Фейсбуке был в стиле, ну, конечно, проплаченный профессор, разве нам правду кто-то скажет? То есть, что меня волнует? В какой момент формируется уверенность, изначально ложная уверенность? Во-первых, сегодня очень много информации вокруг. Очень. Мы ещё в 70-е годы стали говорить о том, что мы живём в эпоху экономики внимания, когда фактически главный ресурс, за который всё борется, — это внимание человека. Мы тогда ещё не могли это настолько оценить. Сегодня это стало понятно, когда соцсети, просто мы в них тонем. Информации очень много. И каждый человек в этом потоке информации вынужден выбирать свои фильтры, кому он доверяет. И эти фильтры формируются на основании фактически ценностей, образования, какого-то круга общения. И, собственно, вот это мы видим. Очень интересный момент вы упомянули. Первые комментарии. Это, кстати, тоже такой предмет исследований. И мы видим, что первые комментарии очень задают характер дальнейшей дискуссии. Так что если люди, которые активно... Опять-таки мы видим, что люди очень часто приходят в социальные сети или в комментарии под статьями на новостных порталах, чтобы канализировать какую-то свою агрессию, выплеснуть недовольство сегодняшним настроением, жизнью в целом. И, собственно, поэтому мы видим такую концентрацию негативных эмоций именно в этой отрасли, в этой сфере. Возможно, в личной жизни, если бы мы с этими людьми встретились, они бы оказались намного более приятными, приветливыми. Мне уже иногда кажется, что на лестничной клетке мы ведём себя намного приличнее, чем в социальных сетях. Ну, вот я как историк всегда люблю проверять факты. И понятно, вот если мы говорим об исторической науке, человек пишет статью, и у него любой факт должен быть подтверждён ссылкой на какой-то исторический документ, который находится в архиве. Пускай не каждый может прийти, но просто это проверяется. В любой момент можно проверить, на чём он основывает свою теорию. На мнениях других историков, на мнениях того человека, которого он цитирует, обязательно цитата должна быть подтверждена ссылкой. На издание, где указано не просто, что такой-то сказал, а вот он сказал на такой-то странице, в таком-то издании, в такой-то типографии это было изгнано в таком-то году. Но когда мы говорим про простого человека, вот как ему проверить факты? Вот он видит какой-то факт, который ему кажется интересным, он хотел бы поделиться, но он же не специалист, который может побежать, заниматься проверкой фактов. В этом-то и вся сложность, потому что сегодня вы найдёте в том же интернете множество интервью, якобы профессора чего-то там, где-то там. И вы даже, может быть, если начнёте проверять, выясните, что нет ни такого профессора, не такой организации, но эта информация с посылом, что, посмотрите, ну, профессору же довериться надо, исходя из нашей с вами логики, правильно? И он, может быть, даже будет цитировать какие-то исследования. И это точно так же разлетится, и люди будут думать, что ну я же как раз-таки доверяю проверенному источнику. В этом вся сложность, что мы живём в период фейков. Их, по сути, различные новостные порталы или страницы, которые даже не являются регистрированными медиа, они борются за то самое внимание, и они борются за клики, за аудиторию, за то, чтобы к ним приходили. Соответственно, кто-то из них совершенно спокойно генерирует либо немного искажённую информацию, либо совершенно откровенные фейки. И я, что я признаю, это то, с чего я начала, что действительно очень сложно эту проблему решить. На эту тему проводится очень много исследований, дискуссий специалистов. Однозначно, как решить проблему фейков, нет ответа ни у кого. Что понятно, что надо стараться доверять, выбирать для себя какие-то всё-таки, насколько возможно, проверенные источники. Если это медиа или какой-то канал, который позиционирует себя как медиа, ну, как минимум, проверить, зарегистрирован ли он как средство массовой информации, потому что это налагает определённую ответственность за содержание. Проверять хотя бы ту же тему, искать другие версии, пытаться себя выбить вот из этой вот колеи, в которую мы все входим абсолютно без исключения, что если мне какая-то версия понравилась, я просто её начинаю уже придерживаться, откидывая все остальные. Ну, это, наверное, такая ещё работа с собственной осознанностью к подходу к информации. Ольга. Зарегистрированные СМИ. Например, ЖЕН-ТВ вполне себе зарегистрированная СМИ, но кровь из глаз, что они показывают и о чём они рассказывают. Это уже борьба за внимание, согласна. Доктор в сфере коммуникации, маркетолог Ольга Казака с нами на связи. Вот что интересно. Говоря о СМИ, говоря о других каналах распространения информации, а в 21 веке мы сейчас живём, скорее даже не медиа, а социальные медиа. Социальные сети вышли на первый план как канал распространения. И зачастую обвиняются крупнейшие из них, тот же самый Фейсбук. Ему часто прилетает за то, что он стал площадкой распространения этих слухов и фейковой информации, в том числе касаемо коронавируса. Так вот, к чему хочется подвести? Ответственность социальных сетей, ставших площадкой. Где можно провести, если вообще можно провести, какую-то условную грань между цензурированием и свободой слова? То есть люди приходят в социальные сети свободно высказать своё мнение. А при этом то, что зачастую распространяется, конечно же, должно вымарываться. Просто жёстко и в тот же момент. И мы не говорим даже о каких-то страшных вещах, типа детской порнографии, распространении наркотиков и так далее. Те же самые фейк-ньюс. Давайте останемся с ними. Так вот, нужна ли модерация? Нужна ли жёсткая модерация? Нужны ли штрафы, которые накладываются сейчас на социальные сети? Или всё-таки ситуацию нужно отпустить? И как это обычно принято считать с рыночными отношениями, рынок всё урегулирует, социальные сети сами всё урегулируют? Да, видите, это тоже такой очень сложный вопрос, потому что в нём много и этики, и политики, и мы видим, что, с одной стороны, с этим пытаются уже работать сами социальные сети. Тот же Facebook очень много инвестирует в то, чтобы были команды, которые находят, проверяют и каким-то образом отмечают те или иные источники, и даже блокируют какой-то контент. С другой стороны, совершенно верно. Это может привести к тому, что как только неугодное мнение появляется, мы очень легко его можем подвести под категорию нет-нет-нет, это было не нужно, давайте это уберём. Ещё, с другой стороны, мы видим, что как только это происходит, и большой массе пользователей это будет уже неудобно и не нравится, произойдёт, естественно, на отток туда, где эта цензура, скажем так, не будет происходить. Поэтому, скажем так, рассуждать на тему того, как было бы правильно, мы можем, хотя тоже это очень многогранный вопрос, но если мы будем так реалистично смотреть, то, скорее всего, учитывая, что это, с одной стороны, коммерческий проект, которому важны пользователи, с другой стороны, очень в таких политических тисках содержащийся проект, то за какие-то очень большие грани, я думаю, очень какие-то яркие сдвиги туда или сюда, наверное, не будут. Но какая-то работа в этом направлении продолжаться однозначно будет, особенно, ну, если мы говорим о темах, которые действительно влияют большие массы аудитории, как мы видим сейчас, тема ковида, вакцинации и так далее, это всё стало такой важной темой, и мы видим, что, ну, собственно, эти источники уже просто вам в социальных сетях будут указаны, что там есть речь об этом, будьте внимательны, будьте критично настроены, проверяйте информацию. У нас есть звонок, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, доброе утро. Да, пожалуйста, мы в эфире. Я хотел уточнить вот по поводу Дэлфи, да? Вот я один или два раза там напечатал свой комментарий, абсолютно такой безобидный, да, то есть никакого... Но мы, вы знаете, мы сейчас просто не обсуждаем политику конкретных, все-таки, социальных, в смысле, порталов. А тем более наших коллег. Давайте вот без названий. На каком-то новостном портале... Да, другой звонок еще. Здравствуйте. А то неловкий момент был бы. Доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что причина-то лежит глубже немножко, да? Потому что, ну, скорее всего, образование наше, да? Вот. Вы только что недавно сказали, что... Ну, привели пример насчет самолетов, да? Вот. Ну, существуют люди, которые еще не знают, что такое пар, да? Я так понял. Ну, и, соответственно, вот тоже был такой пример. Например, девушка нашла там где-то информацию какую-то, что вот вакцины состоят из таких-то препаратов, и она открыла Википедию, а там, значит, препарат это смертельный яд. И мне хотелось задать ей вопрос, а ты в курсе вообще, что со смертельного яда змеиного делают лекарства, да? Ну, понимаете, вот эта вот безграмотность человеческая, да, она приводит к тому, что они начинают... А у вас вопрос или комментарий просто? Комментарий. Ну, комментарий, да. Огромное спасибо за звонок. Ольга, ваш комментарий на комментарий. Да, я в этом плане совершенно согласна. Мы видим здесь ситуацию, когда всех касается, и у всех есть мнение на тему, которая является очень специфической и требует очень глубокого образования. Это медицина, это фармакология и так далее. И мы видим, что при этом у людей социальные сети это в целом такая сфера, где диванные эксперты, так называемые, чувствуют себя очень хорошо, и у них, как правило, уж точно есть мнение. Их мнение очень часто будет подкреплено еще кучей тех самых ссылок на псевдо какие-то странные псевдонаучные, скажем так, источники. Но однозначно этот вопрос безусловно связан с образованием. Но когда я говорила о том, что мы выбираем чему верить и как реагировать через свои вот эти вот фильтры ценностей, конечно же, образование это один из таких важных блоков, откуда у нас вообще эти ценности появляются. Скажите, да, я быстро задам вопрос, потому что меня тоже волнует, как и химтрейлы. Является ли это частично вопросом доверия, точнее, тотального недоверия официальной информации, исходящей от правительства, от Сейма, и социальные и политические причины могут быть тому виной. Легче и проще поверить такому же, который сидит не знаю, в чате или в этой же ветке комментариев, чем информация, исходящая от властей и действительно совершенно другие причины уже не образования тут играют роль. тут очень много факторов на самом деле. Во-первых, надо учитывать, что всё, что связано с продолжением рода и выживанием, очень привлекает внимание и нам будет очень важно. Поэтому тема та же самая пандемия и всё, что с этим связано, это просто однозначно привлекает внимание. Во-вторых, как только мы начинаем много и долго что-то обсуждать и о чём-то размышлять, нормальная ситуация, что мнения становятся полярными, они становятся противоположными и мы занимаем разные позиции. Это тоже нормально. Дальше вот тот самый фильтр, когда мы видим много информации, много всего надо принять решение, мы вынуждены кому-то доверять, потому что у нас не хватает знаний, не хватает информации, мы не можем читать эти исследования и их расшифровать. Соответственно, нам надо кому-то верить. И вот тут мы видим интересный факт, потому что на самом деле я считаю, что доверие это в целом валюта кризиса и мы сейчас видим, что той самой валюты нам похоже не хватает. Потому как недавно буквально было исследование о доверии общества правительству и мы видим, что оно достигло исторического минимума. И в данном случае я с вами согласна, что в какой-то форме совершенно иррациональной, но мы видим, что даже какое-то противоречие официальной политики «нет, я не буду это делать, потому что вы меня это просите делать» это такая позиция серии «Назло кондуктору пойду пешком». Кому от этого будет хуже, но какая-то заложенная в этом вот это именно фактор недоверия, я думаю, что мы его видим, мы его наблюдаем. Не тянется ли он еще с каких времен, когда я прекрасно помню, что в Советском Союзе люди читали между строк и любая информация, значит, если говорят, что ничего не произошло, значит, что-то произошло. Если говорят нет, дефолта там не будет, все тут же бегут, все понимают, значит, что-то сейчас грядет. То есть, вот любая информация, она вот всегда держали в голове, что нас пытаются обмануть власти. Конечно, это очень для более старшего поколения это может быть характерно, но это очень такая поколенческая история, потому что я думаю, что вряд ли это характерно уже для более молодого поколения, которое не пережило, скажем так, это просто на своем личном опыте, но для более старшего поколения, я думаю, что это тоже один из таких мотивов. С другой стороны, это поколение, то, которое привыкло верить, скажем так, медиа, и если что-то сказали по телевизору, то это важно, или если это написано, то это важно. Вот этому фокусу, который появляется благодаря медиа, на более старшее поколение действует, до сих пор мы это видим. Другой вопрос, что насколько, скажем, они получают, и в том числе сейчас большой вопрос на тему, опять-таки, пандемии и вакцинации, насколько русскоязычное, например, более старшее поколение, вот через эти официальные источники может получить эту информацию, и сейчас действительно понимают, что это проблемы, и как с этим бороться, размышляют. Успеем последний, может быть, очень коротко, у нас буквально минута остается. все, сорвался звонок, неправильно нажал, криво, ладно. В таком случае придется прощаться, раз времени ни на что не остается. Ольга, огромное спасибо за беседу. Крайне, крайне интересно было доктор серии коммуникаций, маркетолог Ольга Казака была с нами, мы говорили о распространении фейковой информации об ответственности социальных сетей в этом процессе, и мне очень понравилась фраза, хочу подчеркнуть, доверие валюта кризиса. Хочется всем нам пожелать побольшего валюты. Ольга, еще раз огромное спасибо, хорошего дня. А у нас с Олегом недолгая пауза, после которой культурный гость, современная, молодая, талантливая латвийская исполнительница Полка будет с нами в студии. Слушайте радио Болтком.